Альберт Иванов. Как Хамай и Суслик последнее поделили. Наступила зима. Снегу. Земли не видно. Снег на снег падает. Белый и такой холодный, что когда бежишь друг другу в гости, лапы обжигает. Кончились у Хамы и Суслика запасы. Спать надо, зима, а на голодный желудок не спится. Я такой толстенький был, заныл Хамай. А теперь от голода таким, как ты, Суслик, тощим стану. Скоро. А каким же я тогда буду? Беспокойно задумался Суслик. А тебя, значит, вообще не будет, пожалел его Хама. Нет, буду, упрямо сказал Суслик. Я нас в такое место отведу. Живи не хочу. За сто лет не съешь. За меня не беспокойся, повеселел Хама. Съем. Пошли. И они пошли. Вдали, на краю деревни, сарай-амбар замаячил. Подошли вплотную. Он полнеба закрыл. Высокий. Тридцать Сусликов одного на другого поставь. Вот такой высокий. Что это? Тихо спросил Хама, озираясь. Хранилище. Кладовочка такая. Суслик с уважением похлопал лапой по стене. Мне воробьи рассказывали. Там гороха полным-полно. Давай дверь искать. Ты в обход направо, а я налево в обход. Пробирается Суслик по снегу и вдруг слышат позади чьи шаги. Оглянулся в испуге, а это Хама. Ты чего за мной идешь? Хитрый какой, прищурился Хама. Сам меня направо послал, там снегу по колено. А тут за тобой тропинка тянется. Посмотрел Суслик. Правда, за ним следы остались, а Хама в эти следы наступает. Поморгал Суслик, поморгал и дальше затопал. Шел и оглядывался. Идешь, а за тобой следы остаются. Удивительно. Ну кто прав, бубнил позади Хама. Ну ты, нехотя отвесил Суслик. Чего привязался? Я к тебе не привязывался. Нечем, пахтел Хама, погружая лапы в следы Суслика. А надо бы. Ветер подумал и добавил, шатает. Наконец они на дверь наткнулись. И в щель под ней пролезли. Только и сказать смогли. Ах! Из крохотного оконца под потолком свет льется. Кругом сушеный горох на огромной подстилке лежит. Столько насыпано, да крыши носом подать. Я отсюда не уйду. Взобрался на кучу гороха Хама, пока сам с собой до пола не опущусь. Как до пола? Ну пока все не съем, ответил Хама. Так и буду опускаться. Постепенно. И я, поддохнул Суслик, постепенно. Какая жизнь для них наступила? Не жизнь, объеденья. Объедались. Чего молчишь? Усмехнулся Суслик. Рот занят, довольно мычал Хама. Они до того обленились, что вскоре и разговаривать перестали. А зачем разговаривать, если можно лишнее съесть? Потом и двигаться перестали. А зачем двигаться, если еды полно? Даже лапу лень протянуть. Лень, не лень, а протягивали. Есть-то надо. Лень, а надо. Протянул однажды Суслик лапу и взял горстку горошин у Хамы под боком. Ты чего у меня берешь? Рассердился Хама и зачерпнул ладошкой прямо под носом Суслика. Ты вон как? Вскочил Суслик. Давай все делить. Вначале по горошине делили. И около себя сыпали. Надоело. Потом по пригоршне. У тебя лапы больше, спохватился Хама. Вон какая загребущая. Давай ты одной лапой, а я двумя. Ишь ты! Не согласился Суслик. Умный, да? Да. Промерили они кучу шагами. И прокопали посередине в горохе границу канавку. От стены до стены. По ночам теперь Хама и Суслик не спали. Тайком в темноте на чужую половину бегали. Горох к себе таскали. Уж и есть-то некогда было. Голодали. Старались побольше унести. А днем тоже не спали. Друг на друга смотрели. Как бы кто у кого горошину не взял. Стерегли. Глаза слепаются, слепаются. Ущипнут себя за бок, чтобы не заснуть. И снова следят. А как-то раз ночью возвращались каждый к себе с добычей. Лбами столкнулись. Сцепились. Шерсть клочьями полетела. Покатились. Треск, звон, грохот. Когда они очнулись в сугробе и взглянули высоко вверх, где разбитое оконце виднелось, Хама проворчал. Я больше туда не вернусь. И я не вернусь. Простонал Суслик. И они дружно зашагали домой. Ушел каждый молча в свою нору. Есть захотелось. Пошарил, пошарил Хама по полке. Вдруг случайно горошину нашел. Одну единственную. Посмотрел на нее. В лапе зажал. И к Суслику. Разломил горошину пополам. Другу дам. Субтитры подогнал «Симон»!